Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте на канале ИТОН ТВ программа Разбор полетов Сегодня веду я Михаил Горин Мои собеседники, журналист Илана Михаэли и политолог Александр Цинкер Здравствуйте Здравствуйте Ну вот как бы еще одна международная беда пришла в Израиль Судя по всему, наш премьер-министр Бенемин Тиньягу Может получить ордер на арест от Международного уголовного суда Впрочем, не только он Как утверждают журналисты, которые следят за развитием событий В числе тех, на кого могут быть выданы ордеры Называется также министр обороны Израиля Юав Галланд И глава Генштаба Герциа Леви Правда, как утверждает Нью-Йорк Таймс Международный уголовный суд Также рассматривает возможность выдачи ордеров на арест лидеров Хамаса Каких конкретно пока не указываются Для тех, кто может быть не в курсе, я введу некую поправку, которая позволяет избежать путаницы Дело в том, что иногда путают Международный уголовный суд, который находится в Гаге Международным судом ООН, который еще называют судом справедливости Это два разных учреждения Но и там, и там от Израиля достается В Международном суде ООН сейчас рассматривается иск ЮАР Об причастности Израиля к геноциду палестинцев в секторе Газы А вот теперь в Международном уголовном суде Рассматривается возможность выдачи ордеров на высших руководителей Израиля По обвинению в сознательном причинении ущерба гражданскому населению Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд Мы не знаем, разумеется, насколько все это серьезно Насколько реальная опасность Хотя, судя по всему, абсолютно реально Во всяком случае, судя по реакции США на всю эту историю Скажите, пожалуйста, нет ли у вас ощущения, что вообще Израиль По всем параметрам загоняет в такой международный угол И делает из него изгоя международного Как это отразится на имидже Израиля И к чему это может привести во внутриполитической ситуации Израиля Если вот будут выданы такие ордера Потому что, например, Бенемин Танягун станет в один ряд с Владимиром Путиным Потому что против которого тоже выписан ордер Правда, по другому поводу Илана Михаэль Ситуация, конечно, проблемная, мягко выражаясь Давайте, с одной стороны, не будем забывать, что США Неким образом имеет отношение к назначению председателя Вот этого международного уголовного суда в ГАГе Они его как бы рекомендовали и поддерживали его кандидатуру Американские источники сегодня говорят, что они против подобных решений Международного уголовного суда Но означает ли это, что они окажут давление на председателя этого суда С тем, чтобы Натанияу и высшему израильскому руководству Не выдали ордера на арест Мы не знаем Мы только знаем, что Белый дом или его представители заявили, что они не поддерживают подобное решение С другой стороны, из израильских юридических кругов Которые связаны международными связями с коллегами за границей Ну, скажем так, раздаются озвученные голоса Они говорят, что есть ощущение, что что-то варится, что-то готовится против Израиля Потому что те лица или те коллеги, с которыми они в европейском суде ранее гораздо более положительно контактировали Теперь стараются избегать контактов с ними И это вызывает определенные опасения Конечно, вполне может быть, что это ничего и не значит А нежелание идти на контакт может быть связано совсем с другими моментами Но, тем не менее, факт есть факт То, что из нас делают международного изгоя Но в этом нет ничего нового, я бы сказала Мы уже в этом кино побывали Мы побывали в нем неоднократно Я помню международный такой бойкот, который объявили Израилю в конце 70-х, начале 80-х годов Все это уже было Нас, к сожалению, любят ненавидеть Мы, знаете, как тот очень удобный мальчик для битян, которого можно свалить все свои проблемы Я имею в виду мир Обобщенный мир И если мы посмотрим на происходящее Мы посмотрим на всплески бешеного антисемитизма В общем-то повсюду На тот факт, что ряд государств порывают с нами дипломатические связи Как, например, сегодня Колумбия Что, конечно, мы переживем, несомненно И тем не менее, мы видим все эти антиизраильские демонстрации студенческие Мы видим эти лозунги, эти выкрики И мы не слышим очень резкого порицания этого всего Так, как нам бы хотелось Да, мы должны пройти сейчас через это испытание Но я полагаю, что мы его пройдем с достоинством Хорошо У меня еще будет вопрос на эту тему Мы еще вернемся к ней Александр, тебе тот же вопрос Чем это чревато? Римский статут, который определил полномочия этого суда А в него входят 124 страны И дело даже не в том, что Бенемин Тинягу, если ордер будет выписан Теперь не сможет поехать в одну из этих стран Проблема в другом Что для этих стран решение суда Оно является как бы уважаемым и определяющим И получается, что ну что Мы становимся в разряд как бы международных злодеев тогда Да, действительно Очень много стран подписали римский статут И самое интересное, что если решение суда Оно не предполагает продолжение каких-то санкций Против прямых премьер-министра От суда Реализоваться это может быть только через решение вот этих стран То есть это действительно, если он куда-то поедет Потому что если он не едет, то он спокойно может сидеть у себя в Израиле Кстати, по поводу дела не изгоев Сегодня я прочитал, что там идет генеральное ассамблея ООН И появилась новая идея Причислить Израиль в список вот таких организаций, как ИГИЛ, например То есть признать его чуть ли не террористическим государством Ну я не удивляюсь Сегодня в ООН на генеральной ассамблее можно что угодно услышать Да, ситуация тяжелая, опасная И Соединенные Штаты, и там депутаты, и демократы, часть республиканцев Которые пытаются все же какие-то выставлять свои мнения, требования даже иногда Более того, я даже прочитал где-то, ну я бы не стал бы угрозы Но определенные вот типа последствия, мол, отношений между США и этим судом могут быть Правда наш премьер-министр заявил, что мы вообще не позволим принять международному главному суду такое решение Я правда не понимаю, как он это не позволит Так что ситуация действительно опасная Но тут, понимаете, могут быть и два совершенно разных, две совершенно разные реакции на это Например, одна из них, когда, например, министр, министр обороны, еще там какие-то руководители израильские Видят, что терять им нечего, они вообще не выездные, должны находиться только в Израиле Значит, могут подумать так, ну раз терять нечего, можно вообще не прислушиваться, что там говорят в ООН, в Совбезе и так далее, и так далее Можно действительно его вдарить, как говорится, не задумываясь на последствия Может быть и такой результат, который может привести к неописуемым и нетрудно спланировать, как это будет реакция в мире Может быть и наоборот, боязнь того, что такое решение может быть принято Повлияет на сегодняшние, будем говорить так, тактические ходы Это больше гуманитарной помощи, это затяжка начала операции в Рафиаке Это там какие-то отпустили 60-70 каких-то арестованных палестинцев с палестинской автономии То есть, как бы руководство Израиля может быть пойти в этом направлении Стараться не сильно раздражать Международный уголовный суд И не подбрасывать им новые какие-то аргументы для того, чтобы они от угроз перешли к делу и приняли такое решение Понятно Илана, скажи, пожалуйста Миша, можно только два слова? Да, пожалуйста Позволение Саши Я хочу сказать только, что возмутительным, с моей точки зрения, является тот факт Что премьер-министра Израиля и нашего министра обороны приравняли, собственно, к архитеррористам Потому что точно так же, как они собираются якобы выписать ордер на арест нашему премьер-министру, министру обороны и командующему генеральным штабом Одним махом они рассматривают и лидеров Хамаса То есть нас приравняли к террористам И это считается для них нормальным Это возмутительно до такой степени, что нет слов просто Извини, Илана, я тогда допомню еще по поводу чего-то неописуемого Я сегодня говорил с разными коллегами из разных стран И мы пришли к выводу, что в мире что-то произошло ненормальное Что сегодня весь мир ведет переговоры с террористической организацией Предлагают им разные пряники, сувениры, подарки Чтобы они сделали то, что вообще нормальный человек, нормальное государство или организация не могла бы сделать А то, что они сделали 7 октября И весь мир спокойно к этому относится Да, я тоже считаю, что это одна из главных побед Хамаса Что их пустили за стол приличных людей и с ними ведут диалог на равных Они, собственно говоря, этого и добивались В смысле, одна из цель была Но у меня к вам еще такой вопрос, касающийся того, что происходит у нас внутри История с уголовным международным судом Она ведь не вчера взялась Они начали рассматривать эти дела Еще полгода назад Мы заявили на все сообщения Мы заявляли, что они нам никто Они нам не указ Мы их не признаем Мы римский статус не подписали И поэтому мы вообще даже не собираемся разговаривать с ними А теперь мы спохватились и просим американцам, чтобы они с ними договорились Еще кого-то просим Выступаем с какими-то гневными заявлениями С объяснениями Быстро пытаемся принять какие-то меры Так может нас губит наш вот этот вот снобизм Когда мы все время говорим Это проклятые антисемиты, у нас один довод Может быть раньше надо было думать об этом И как-то договариваться, объяснять Илана Конечно надо было Или же наша позиция твердая Мы в своем праве И будем делать так, как мы хотим К сожалению Хорошо бы было, чтобы мы делали только так, как мы хотим Но, к сожалению, так не получается Мы не можем существовать В безвоздушном пространстве Вне общественного поля То есть Мы же не на Марсе живем Проблема, с моей точки зрения, в том Что сначала, как обычно, отмахнулись Сказали Да ну вас сейчас не до этого И вообще, кто бы мог подумать И какое нам дело И действительно мы не подписаны Под этой конвенцией Сегодня, видимо, юридические советники Правительства Более внимательно изучили Этот вопрос И пришли к выводу Что это может быть чревато серьезными Ограничениями и неприятностями И отсюда начался вот весь этот крик Кстати, кроме США Белого дома И других международных структур К которым обратилось наше правительство Или канцелярия главы правительства Оказались даже семьи заложников Которые обладают определенными связями С европейскими структурами уже сегодня Поскольку они бывают тут и там их принимают И главы правительства в Белом доме их принимают Потому что они пытаются объяснить Важность освобождения своих близких И у них завязались какие-то связи Это люди, которых еще недавно никто не хотел Особо, подчеркну, видеть в упор Теперь же к ним вдруг начали обращаться за помощью Не далее, как вчера С тем, чтобы они повлияли Благодаря своим международным связям На непринятие неудобного для Израиля решения Это, конечно, двойные стандарты С моей точки зрения Потому что если с разрешения Руководящих органов полиции Достаточно грубо расправляются с демонстрантами Которые выступают в том числе И в первую очередь с семьями заложников Которые требуют их скорейшего освобождения С одной стороны, а с другой стороны Обращаются к ним за помощью Я вижу здесь некий когнитивный диссонанс То есть это как минимум Возможно, я бы даже сказала Что это несколько выглядит неприлично Но когда укладывается такая ситуация Я полагаю, что для нашего руководства Нет ничего неприличного Они будут делать все, что они могут Чтобы обеспечить себе свободу передвижения Так это выглядит на данный момент Спасибо Саша, тебе тот же вопрос Насколько правильно мы поступали Я к этому добавлю еще Что и в основе иска Который рассматривается В Международном суде справедливости ООН И в основе дела, которое лежит В Международном уголовном суде В том числе, среди других данных Лежат высказывания В том числе наших министров И руководителей Которые в самое жаркое время Предлагали там оставить палестинцев Чтобы они умерли голодной смертью Они предлагали сбросить на них Атомную бомбу Ну и так далее Там много было примеров таких Да, пожалуйста, тебе слово Ну, честно говоря Да не только наше правительство И депутаты Но и, мне кажется, все граждане Израиля Не предполагали Что в международных структурах И организациях Будет рассматриваться вопрос Признания того Что Израиль проводит геноцид Какого-то народа Это просто как-то Не стыкуется с тем Что Израиль Как он был создан И так далее И так далее Я еще бы хотел бы сказать Что, к сожалению Мы часто видим Что Несмотря на попытки Создать министерство Как его в шутку называли Министерство пропаганды Или там информационного обеспечения У нас Был период Когда такое министерство существовало Да, да, да Которое, по-моему Почти что не имело Никого финансирования Абсолютно И не понимало Чем заниматься Вот это у нас направление Сильно страдает Все вот, мне кажется Я вот 34 года в стране Но свои 34 года То, что я вижу Илана подольше Я думаю, она согласится со мной Вот то, что Играть на опережение Что-то рассказывать Мировому сообществу А не то, что делать А потом Когда воспринимают Это отрицательно Пытаться объяснить Что мы имели в виду По логике Надо делать наоборот Надо готовить Среду Или людей Или страны К тому, что Предполагается сделать Тогда это работает лучше Да, действительно Израиль и Соединенные Штаты Не подписали римский статут Есть еще определенные страны Которые не подписали Но сам факт того Что сегодня происходит И ты правильно сказал Израиль загоняют в угол Но я бы сказал бы Если Илана говорит Да, такое уже было Но это было в конце 70-х годов Начале 80-х Сегодня это совершенно другой уровень Другая информационная технология Все открыто Все показано И сегодня, мне кажется Если сравнивать с тем Мы находимся в более худшем положении И оно подвисло Почему? Потому что не закончилась еще Не закончилась война Не закончилось освобождение похищенных И сегодня действительно Вот то, что происходит Происходят митинги Происходят выступления Демонстрации Которые, как ты правильно сказала Какие-то даже могут помочь правительству Но суммарно происходит то Что уровень наших депутатов Да и министров Часть тоже Которые не следят за своей речью Это как минимум К сожалению, как максимум Я бы сказал о другом Когда премьер-министр просит Участников секретных совещаний Комитетов по войне Или комитета КНЕС Это по международным связям и обороны Чтобы они прямо там же Будучи на совещаниях Не писали смс И не передавали средства массовой информации О чем они там договариваются Или не договариваются Это просто уровень Который В русском языке Есть выражение ниже Плинтуса Такое, мне кажется Вот некоторые наши представители Которые сидят и КНЕС И в правительстве Они поступают именно на таком уровне И естественно Те, которые хотели выступить Против Израиля Это им просто как бы аргументы Которые они принесли им сами Более того А на этом не закончилось Периодически мы видим Что продолжается Кто-нибудь из министров Раз да Выйдет и скажет Такое, которое можно тоже Причислить К тем попыткам Которые нас хотят обвинять В этом суде У нас осталось немного времени Буквально по паре минут каждому Я хотел бы услышать ваше мнение Вот по какому вопросу Последние опросы Показывают об изменениях На политическом рынке Израиля Многомесячный фаворит Последних Последнего времени Партия Блок точнее Который возглавляет Бенни Ганс Член узкого военного кабинета Государственный лагерь Он теряет мандаты Притом теряет их Последовательно и уверенно И потерял уже почти четверть Того, что у него было Несколько месяцев подряд А вот партия Ликут Которая сразу после 7 октября Резко упала Тихо-тихо отвоевывает Свои позиции Может быть не так бурно Как хотелось бы их сторонникам Но достаточно тоже уверенно Скажите, пожалуйста На ваш взгляд Вот эти изменения На политической арене Они отражают и настроение Изменение настроений в обществе Или это чистая политика Это все зависит от Сиюминутных каких-то моментов Связанных с войной Ситуации с заложниками И так далее Или это уже тенденция Илана Михайлович Не сказал, что это тенденция Ведь ты цитируешь результаты Опросов общественного мнения Общественное мнение может меняться В зависимости от целого ряда факторов Тем не менее Пока что Бенни Ганн все же Ведет с определенным отрывом Он опережает Ликут Со своей партией Другое дело Что он потерял Часть голосов Козля ухода Гидона Саара Из их общего списка Извиняйте, я перебью Он потерял гораздо больше Чем было голосов И есть голосов У Гидона Саара По тем же опросам Да Но Это взяло время С момента Когда Гидон Саар ушел И до нового Последнего опроса Который, кстати, говорит Что Гидон Саар Со своей партией Не проходит даже На данный момент Электоральный барьер Значит Эти голоса Они ушли кому-то Куда они ушли Они не ушли Иерулапиду Он стоит на своих 15 мандатах Уже долгое время Они А Либерман Стоит на 11 Тоже достаточно Уже долгое время Растет Ликут Значит Вот эти разочарованные Люди Решили На данный момент На данный момент Что, видимо, Они поддержат Ликут Потому что Ни одна другая партия Значительного Роста Не показала Означает ли это Что Это тенденция Я не уверена Но Проблема Еще и в том Что Бенни Ганс Продолжает Колебаться Все это связано Как мы знаем Со сделкой По освобождению Заложников И По Соперации Я думаю Все же есть Определенная Тенденция Смотри Гидрон Сар Находясь В узком кабинете Или в Коалиции В правительстве От него Ничего Не исходит И уже От него Ничего Не ожидают От Бенни Ганса Ты имеешь ввиду Ты сказал Гидрон Сар Да, извиняюсь От Бенни Ганса Практически Поэтому За месяц Только Он потерял По-моему Около Девяти мандатов То есть Это там И вся команда Сара И еще Плюс Столько же Это очень много Это действительно Двадцать пять процентов От того Что у него было И Мне кажется Это будет продолжаться Потому что Действительно Ну это мое мнение Он Очень хороший Наверное Был военно начальник Но пока Он еще не стал Вот этим Харизматичным Политическим Лидером И Мне кажется Чем больше Он молчит Тем больше У него шансов Не терять Мандатов А когда Он что-то Пытается Говорить Так Очень часто После этого Он в вопросах Падает Что касается Ликуда Мне Тоже кажется Что они Удачно В данном случае Это редкость Но удачно Информационно Продали Противостояние Пятичасовое С Ираном Там Иран Отчитался О своих Победах Ну и Израиль Отчитался О своих Как мы Триста Ракет Уничтожили То есть Понимаете Я помню Эту ночь Мы все Сидели В центре Страны Ждали Вот когда Вот оно Будет Все Небо В ракетах Оказалось Даже Не было Никакой Сирены Никакой Тревоги И сказали Слушайте Какая у нас Прекрасная Противоракетная Оборона И в данной Ситуации Мне кажется Вот за счет Этого Если вы Обратили Внимание Первые же Опросы Которые Были После Вот этого Получилось Плюс Два Мандата Улипуда Который Он до сих Пор В общем-то Удерживает То есть Есть определенные Тенденции Но они Пока не Стратегического А вот Такого Тактического Характера И Честно Говоря Надо Дойти Уже Когда Бявят Выборы И Когда Мы Поймем Какие Списки На самом Деле Пойдут А пойдут Явно Еще и Новые Списки Тогда Совершенно Другой Будет Все это Поменяет Картина Тогда Мы поговорим На эту Тему Да Коллеги Большое Спасибо За этот Разговор Напомню Что в нем Принимали Участие Журналист Илана Михаэли И политолог Александр Цинкер Еще раз Спасибо И всего Доброго Всего Доброго